Ура! К кипарисам пришла вода. Ааа! В русле просто тонны разнообразного мусора. Шторм века. Дедушке разнесло все. Весь берег вот в такой смоле. Мазут. Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас в городе-курорте Анапа. Меня зовут Юрий Азаровский. Вам всем привет, Черноморский. Наконец-то в Анапе погода вспомнила, что пришла зима. И сейчас на градуснике плюс 4 тепла. Морюшко успокоилось. Но помимо шторма, у нас пришло на побережье еще одна беда. Я вчера был в Витязево. Там на побережье огромное количество мазута, нефтепродуктов. Мазут. Здесь много. Поп-тяж. Ярляется такими вот блямбами. То есть это не с корабля. Он появился позже, чем корабль. Появился вчера-позавчера, когда шторм был. Со стороны Южной Озерей, где-то в центре принесло. Сейчас испачкаюсь. Понятно. То есть вот такие вот прям узкие валяются. Люди просто-таки жаловались на то, что и попачкались в нем. С других пляжей, допустим, в высокий берег в Анапе поступает. Та же самая информация, что произошел выброс смолистых всяких соединений. Высокий берег. Весь берег вот в такой смоле. И вон оно везде. Кусками прям. Что-то где-то все-таки прорвало. К большому сожалению, что с этим делать, как бороться. Южная Озерейвка с регулярной постоянностью нас снабжает нефтепродуктами. Причем это даже не российская нефть, а казахская там прокачивается. Вот такая вот хрень у нас творится, ребята. Вот так вот убирается криворода. Ну давайте обо всем по порядку. А вот дом пенсионера. Самого старенького жителя нашего поселка. Который принял первый удар. Стихии, как называют, шторм века. Дедушке разнесло все. Хозяйственные постройки все выломало. Дом плавал. Навесы все разбиты. Машина пострадала, на которой он передвигается. Хорошо его не было в этот день. В клинике где-то в Краснодаре. Вот он вчера приехал и был в шоке. Никто не приехал ему помочь. Местными жителями собрались. Будем помогать. Это только наружу. Что внутри? А вообще кошмар. Холодильники сгорели. Вот что натворила волна. Все раскидано, все разбито. Электричества, естественно, нету. Потому что все сгорело. Выбиты стекла. Все развалено. Коллекция книг была хороших. Все погибли книги. Печка пострадала. Сейчас надо протапливать дом. Нет возможности. Я приехал сегодня на пляж Шингари. Отсюда мы начнем наше повествование. Посмотрите, как расширено русло. В нем еще много разного мусора. Есть позитивные моменты. Вагончики достали из реки. Правда, сейчас в русле просто тонны разнообразного мусора. После того, что происходило здесь. И море, видите, его сюда большими волнами набивало невероятное количество. Будем надеяться, предприниматели на этих домиках придут и уберут. Ветерок у нас восточный. В таких щелях он продувает. И поэтому немножко холодно. Но если спрятаться за скалы на таких пляжах, то можно сидеть и греться на солнышке. Потому что солнце очень яркое и теплое. Глаза слепят и просят солнцезащитных очков. Повезло, что в этот раз никак не пострадало это здание. Это был бы, конечно, трэш. Но в этот раз уже сгорело. Единственное, что весь грунт и мостки, которые здесь были, полностью все подсносило. В прошлый раз единственное было, что не пройти по этим пляжам. Вода доходила до самых скал. Сейчас проход снова освободился. Высоводилась береговая линия. Нам тут вот так вот появились рыбаки в охоте за морскими обитателями. Водичка еще такая мутная. Море само у нас плюс 13 градусов. Довольно-таки тепло и хорошо. Можно прогуливаться, наслаждаясь морским воздухом. По берегу я могу сказать, что здесь я не наблюдаю мазута. Обычно, если он есть, то его даже еще и по запаху чувствую. Я помню, как мы убирали на пляжах 40 лет победы. Когда был прям адский выброс. И надышались там этих фенолов всю свою жизнь. Сейчас береговая линия в данном месте на пляже Шингари, в принципе, чистая. Именно сюда, приехав на Шингари, можно пойти в пешеходную прогулочку туда вверх по горам. Обычно говорят, что в Санапе можно пройти в Сукуай. Отсюда же можно также пойти прогуляться. Там невероятные виды. Я вам прям советую. Ну и вот так вот выглядит сейчас русло со стороны моря. Вот здесь стояли эти домики, которые русло-то и снесло. Сам берег реформировался. Его полностью зачистило волнами. Получается, что пляж Шингари особо не пострадал. Кроме того, что русло реки прибило мусор и вагончики. Все остальное, как бы природное, все на месте. Берега особо не подразрушились. И, может быть, даже стало наоборот лучше. Потому что гальку после сезона перекрутило. Мусор весь в одно место сбило. И тут совсем другая атмосфера стала. Также теперь сюда более сложно выехать на транспортных средствах. Будет это тоже огромнейший плюс. Сегодня я хочу с вами отправиться на Кипарисовое озеро. Потому что говорят, что там начала появляться вода. Доехали до Кипарисового озера. Здесь продолжается установка новой подъездной дороги с благоустройством. Идем мы сегодня пешочком к озеру. Хотя можно было бы заполтинничать, ехать на таком вот автобусе. Я припарковался тоже бесплатно. Сюда парковка 600 рублей. Если вот проехать хотите прям к озеру. А так парковка, по-моему, 300 рублей стоимость. Я очень люблю гулять. С удовольствием пройдусь и до самого озера пешочком. Продышаться воздухом будет это только в плюс для здоровья. Хоть воздух и холодный. Координат этого места оставляю вам на экране. Как сюда добраться. Вбиваете в навигатор эти координаты. Приезжаете либо к Кипарисовое озеро. Направо у нас рыцарский турнир проходит. Прямо совет. Очень классное место. И по пути здесь при небольшом подъеме. Очень легкая, хорошая дорога. Виды среди гор здесь очень красивые. Очень много зеленых можжевельников. Полезных для дыхания. Местами красные ягоды встречаются. Это у нас шиповник, который можно пособирать. Фетчатые кроссовочки. Очень сильно продуваются. Это ветер довольно-таки не сильный. Сейчас людей на курорте меньше. Такие неспешные прогулки. Я думаю, только в удовольствие. В левую сторону здесь есть африканская деревня. И веревочный парк. И лазертак. Можно туда пройти. Либо с той стороны к ним подъехать. Кстати, я смотрю, что здесь тоже шиповника много. Интересные светильники. На ветках из баллонов сделаны. Атмосферно много чего отрывается, когда листва сходят. 5-6 минут, и мы уже начинаем подходить к месту силы. Озеро. На озере предлагают зиплайн. Зиму ни разу не видел, чтобы кто-то катался. И действительно, не соврали интернеты, в коих люди делают посты. Озеро добавило воды. Сейчас его зеркало гораздо больше, чем мы были в прошлый раз. И ради этого я пришел. Смотрю, что даже вот те кусты уже в воде стоят. Посмотрим, как у них там. Дамба-бар здесь есть. И разнообразные места для покупки сувениров. Кофе-пития и всего остального. По пути следования. Здесь находится конечная остановка, на которую приезжает машинка. А туда за 600 рублей можно было возле этого дамба-бара припарковаться. Подписчикам привет от души. Немножко перепутали, назвали Анатолием. Анатолием от меня привет. Приятно, когда люди узнают, но фамилию четко. В общем, в пути следования есть мусорки. Есть каменечки здесь. Вот именно где зона отдыха и сувениры продают. Аромат кофеечка, конечно, манит. Не все заведения работают. Многие закрылись. Я вам хочу уровень воды показать. Видите, с той стороны есть такие мостки. Вот они плавали. Я уже не помню, когда пластинарас я видел их плавающими. Озеро где-то метра три бы еще добавить воды. Было бы шикарно. Но это надо опять такой же катаклизм, как в прошлый был, чтобы настолько поднялась. И так уровень довольно-таки намного поднялся. Озеро стало хоть на озеро похоже на какую-то лужу. Здесь есть много разнообразных фотозон, через которые можно увидеть кипарисы и сделать красивые фото с ними. Беседки эти с мангалами сдаются в аренду. Особенно популярны на майские праздники у нас. В летнее время нет, приезжают люди посидеть. Слушайте, походу вода дошла до кипарисов. Прям зеркальная гладь. Чуть ли не до туда. И даже на них еще есть рыжие небольшие. Один год, когда они рыжие были, мы с Артуром делали заплыв сквозь них. Такие плывемы, водички, люди на кономаранах вокруг. И эмоции, конечно, были очень классные. У людей, особенно, которые нас смотрели в куртках, в шубах. А мы такие прям в удовольствие, в кафе заплывали. Места очень интересные для отдыха. Кто-то бесплатно останавливается, пьет кофе, наслаждается идеей тишины, красоты. Я говорю, в это время эти места посещать только в удовольствие. Потому что людей практически нет. Вокруг у нас уже опалили листья. Совсем по-другому все смотрится. Как это радует мое сердце. Вид на кипарисовый озеро с этой смотровой площадки. Особенно, когда ты видишь, что к ним подбирается вода. Это просто невероятное чувство, друзья. Ура! К кипарисам пришла вода. А-а-а! Как интересно выглядят ущелья. Вот эти, по которым тоже дождь стекает очень много воды. Совершенно все по-другому смотрится. Проступают тропы, по которым гуляют люди. Вокруг тебя ароматы стоящего хвойного леса. От души просто такие эмоции передаются во все тело. Потому что вокруг тебя настоящая природная красота. Почему-то всегда мне это место напоминает озеро Лиц. Хотя, ну, оно рядышком даже с ним не стояло. Смотрите, по масштабам даже, да? Там горы другой. Ну, вот не знаю. Всегда какое-то ощущение, как будто я на озере Лиц. Доходим до конца благоустроенной тропы. Здесь так вот вниз есть лестничка. Можно спуститься и пройти можно вдоль озера. Мы всегда возвращаемся по той дороге. А туда двигаемся именно вот в этом направлении. Дальше тоже вполне себе комфортно для прохода дорога. Выходим на видовое место. Действительно, в круге Парисов стоит водичка. Отсюда обычно вследные дожди стихают ручьи. Они создают такие небольшие водопады. Часто, кто приезжает после непогоды, застают их живыми. Но сейчас мы видим, что уже течение прекратилось. Остались только следы былой красоты того, что было. И посмотрите, как смотрится озеро. В прошлый раз мы были возле них, когда не было солнца. Они смотрелись совершенно по-другому. Сейчас я вижу, что даже несмотря на отсутствие уже их листочков, которые осыпались. Осыпались не из-за того, что воды мало, а потому что они листопадные, эти самые кипарисы. А кто-то еще и завалил заборчик. В общем, выглядят они великолепно, особенно на фоне горы, которая в тени. Такой вот 3D рисуночек получается. Ну и само озеро сейчас выглядит тоже вполне себе живописно. Здесь постоянно звучат сообщения о том, что кипарисы находятся под охраной, и на корни их залезать запрещено. Я вас тоже к этому призываю. Как давно мы не видели воды возле кипарисов. Как они красиво смотрятся с водичкой. Заборчик бы этот сдвинуть уже, и побольше водички еще добавить. Было бы очень круто. Смотрите, мы видим, как водичка стекает. То есть она оттуда еще, с ущелья тоже сюда приходит. За счет этого наполняется. То есть уровень озера еще, зеркало само не поднялось до этого уровня. Это просто ключи, которые бьют во время дождей. А может быть и реки подземные наполнились. Это было бы очень хорошо. В общем, мы желаем кипарисовому озеру как можно больше наполниться водичкой. Немного прогуляемся вокруг них, чтобы оценить вид в это время дня и года со всех сторон, как это смотрится. Очень хорошо видно, как стекает вода между ними туда дальше у озера. Как нам нужны еще дожди? Насмотря на то, что их не все любят, но с дождями кипарисы будут более живые. Согласитесь, ребятки, вода возле кипарисов – это счастье. Это лайк от души. Пишите в комментариях, если вы со мной согласны. Классно посмотреть, как люди пришли. Чаечек, кофеечек. Разговаривают между собой, говорят, нравится. Все отвечают – да, нравится. Но обычно воды здесь больше. И хотелось бы, чтобы, как и в былые времена, дошла вот до сюда. Приходите, созертайте красоту. Но сейчас давайте отправимся на пляж Сухо, посмотрим, как там обстановка. Мне, честно, больно туда идти. Полный обзор пляжа после шторма. Сразу можете посмотреть отдельно на канале. А сегодня мы посмотрим, как он выглядит уже спустя почти неделю. Озеро так красиво смотрится, что манит за него залезть и искупаться. Давно я не видел в таком виде его. Это очень круто. Ну и обратно возвращаюсь, как я и говорил, уже по берегу. Здесь идти сложнее, потому что он наклонный. Но все равно интересно смотреть места с разных ракурсов. Можно было бы обойти еще и по той стороне выйти на дамбу. Но это, как говорится, каких путешествий вы хотите, ребята, те и выбирайте. К слову, что у природы нет плохой погоды. Был шторм, сильный дождь. И он принес к кипарисам воду. То есть там где-то пришел минус для предпринимателей, что они к зиме не убрали все свои строения с пляжа. И море их разрушило. Ну а плюс для кипарисов, потому что они получили воду. И, возможно, озеро наполнится. В следующем году еще метра три хотя бы воды. И тогда это будет просто песня. Надеюсь, что вы тоже меня в этом поддерживаете. Пишите в комментариях. Посмотрите, немножко даже припорошены горы. С заповедника Утриш снежочком. И мы сейчас прогуляемся с вами уже к самому морю. Суко. Здесь работает кафешечка. Смотрим, много людей, в принципе. Ну, все как обычно. Суко, в принципе, перестало замирать уже давным-давно. Потому что жилья здесь построено очень много. А поселок сам по себе небольшой. Да и прогуляться тут можно только на море. Тут последствия Витрюгана, видим, завалено. Все пока еще не прибирались. Мне, конечно, интересно, что там творится на пляже, на самом. Потому что то, что я видел в прошлом посещении, у меня от этого волосы дыбом были. Я был в настоящем шоке. Потому что пляж очень жалко, когда так сильно страдает от удара стихии. Видим, что ни один ларечек здесь не открыт. Все, уже ушло в спячку. Хотя нет, ошибаюсь. Во-первых, я вижу тут кис-кис-кис. Котики. Привет, привет. Как красивые, классные. А во-вторых, один из павильонов решил, что все-таки надо работать. Раз люди ходят, будем им что-то продавать. И все, больше ничего не открыто. Тут я смотрю, что, в принципе, кроме листиков, никакого мусора нет. Это очень приятно. Ну и типичный набор продаваемых сувениров. Самое главное, это гусь обнимусь. Кстати, витязь его тоже начали наводить порядки. Не только на пляже, но и на параллель. Это очень радует. Море в этот шторм доходил у нас аж до отсюда. Видите, здесь пенопласт валяется. Мусор уже стало поменьше. Пожалуйста, винт буфет. Заработал. Еще продают пряности разные. И соусы, специи. Эти порядки навели. То есть, в принципе, сделали гораздо чище, чем было. Потому что здесь был прям вообще отвал головы. Ну, пришли предприниматели. Думаю, вот здесь все порядки будут наводить. Сделали чисто. И теперь сидят, продают. Вот такой бизнес, как говорится, нам нравится. Здесь ракушки морские, разные князовичьи шкуры. Вещи продаются. Самое главное, что подмели, почищили. Потому что дальше проходишь предприниматели. Начинается здесь прям печальная картина. Этот бар попкорна так и валяется. Никто его еще не забрал. А жалко. И с той стороны тоже очень много мунцера. Вообще просто как на свалке, ребятки. Мы с вами. Тут осталась еще небольшая лужа. На этом Бродвей прогулке. Видим горы с надписью Суко. Но в остальном пока вид здесь печальный. Сколько, наверное, дней пять прошло уже с последнего нашего визита. Единственное, что здесь изменилось, что стало меньше воды. В остальном прям пока все очень грустненько. Представьте, сколько вот этого покрытия сюда выносило на береги камней. И плитка, которая там была, все разрушала. Жесть, конечно, картина. Суко еще пока не радует. Слушайте, ну есть один плюс. Помните, здесь был прям такой большой провал. Его уже подсыпали. Подровняли немножечко, чтобы можно было спокойно выходить на пляж. С этой стороны мы видим, что забор пока даже не пытались восстанавливать. Это тот домик, в котором был охранник в момент шторма. Его, так сказать, подкрутило. Хорошо, что все живы остались. Территорию потихонечку. Министерство обороны приводит в порядок. Там люди работают. Правую сторону вообще не узнать, конечно. Я смотрю, там уже заборчики постепенно восстанавливают. Море-море, будь поаккуратнее. Да, натворила, конечно, стихия бед. И пляж сейчас выглядит вот так. Вот его очень сложно узнать с тем, каким он был, так враченном. Как сейчас все это выглядит. Постепенно будет возвращаться в обратную стихию. И никто не рассчитывал, что придет настолько сильная волна, которая пойдет туда дальше. Хотя мы говорили в прогнозах такого еще. Никогда и не было, раз прогнозы стоят максимум до одних величин. А волны были 9 плюс метров. У нас по всем учебникам говорили, что море в черном. Может быть волна только максимум 8 метров. Я очень надеюсь, что здесь вот Рич тоже от нефти защитил эти берега. И мы не испачкаемся нигде. Рыбаки, море. Здравствуй. Какая красота. Самолетик полетел, причем не военный. Когда у нас сейчас запустят или Краснодар, хотя были вообще все аэропорты, чтобы можно было летать. Хотя, судя по тому, что у нас работает полон от Краснодара, думаю, не скоро. Такой вот у нас сегодня, друзья, обзор получился на наши пляжи. Надеюсь, что это было полезно и интересно для вас. Вы подпишитесь на канал. Также ждем вас в нашем телеграме. Также хочу поблагодарить Татьяну Владимировну Анну. Она прислала нам денежку на бензин. Благодаря этому мы сегодня прокатились вот по таким классным местам. Спасибо большое. Если вы хотите поддержать, ребятки, по номеру телефона можно сделать перевод. Сберкарта привязана 8-9-8-8-333-7-8-8-7. Всем спасибо за внимание. И для вас немножечко шума. Море без моего голоса. Море без моего голоса. Продолжение следует... Продолжение следует...